и записать и буду эту программка у меня есть записи все запустил запустил запись что можно потом выложу сразу ну хорошо спасибо мы слушаем вас я почитал то что написано на сайте биц медиа там большинство бирж они не не поддерживают прислать не поддерживают работу пристановили поэтому как-то как я понял вообще толком их даже нельзя обменять на обычные деньги фиатные или как то я посмотрел схему поэтому капитализация то есть какая-то правда она уже уменьшилась 7 до 4 я сегодня посмотрел капитализация большая но конкретно как я понимаю что их нельзя обменивать на обычные деньги и фиатные либо вводить туда фиатные биткоин кэш вот это который появился форк биткоина сделали его как бы для ускорения операции что больше операции сеть обрабатывала потому что там она обрабатывал чуть 7 операции в секунду а надо было больше поэтому они увеличили размер пула этого и чтобы ускорить обработку операции что больше сеть операции но она разбилась на две системы я думал просто останется как бы сам биткоин и он будет быстрее работать на деле получилось по-другому что две сети создались хотя вроде где-то на одном сайте я читал что можно было ускорить и не создавая вторую поэтому как я понял это просто какой-то интерес было этих китайских майнеров заработать на этом больше не что-то создавать ускорять а просто заработать так я себе понял может быть вы что-нибудь у меня но я честно говоря из того что слышу от вас не понимаю ничего да ну вот туда читайте я вот то что прочитал то что нет если бы я если бы я интересовался я нашел бы и прочитал меня интересует ваше объяснение понимаете меня интересны вы людей вы мне интересны и то что вы рассказываете о биткоине мне интересно именно в связи с интересом к вам нет а то что про этот биткоин кэш я же как бы сказал что как странное изобретение почему-то на две части разбилась я думал просто биткоин ускорит поэтому мне это примерно сейчас все понятно вместо ускорения они создали вторую систему которую биржа особо не поддерживают вот в общем то и все ну и как бы я считаю что биткоин кэш он если его не будут бирже поддерживать то вообще цена упадет там вот до нуля и все 0 какой-то маленькой там будет болтаться поэтому мне кажется им вообще ничего делать не надо было надо было оставить этот биткоин пускай он медленно так и работал бы все понятно кто вообще был имитентом создатели кто выпускал биткоин а собирались в нью-йорке и в китае майнеры которые обладают большими мощностями и они решали делать ли вот этот segwit этот коррекцию форк что значит собирались когда вот они целый месяц в нью-йорке собирались нет ну вы говорите так как будто мы каждый день покупаем и продаем биткоин сколько уже существует биткоин как он возник короткая хотя бы справка о том что такое биткоин как он существовал вот до тех событий которые мы с вами говорим так чтобы наше видео было интересно и понятно смотреть людям совсем сырым которые с нуля ну я читал про биткоин кэш в основном сейчас а биткоин он первое место занимает по капитализации самой распространенной но у него возникла проблема с тем что он сеть медленно стала бра обрабатывать переводы поэтому им нужно было ускорить поэтому они думали уже целый там год что нужно сделать вот эту модификацию называется она segwit вот и и сделали первого числа сделали сделали программисты которые ну которые решили вот эту доработку сделать а половина поддерживает там половина нет людей и это все что вы можете сообщить это же основной как бы да таким образом каким образом формируется цена битко просто какие-то детали но есть там эти названия бирж там но эти основном биржа не американские и туда даже перевод не сделаешь если например из россии там сложно даже перевод туда сделать перевод чего ну вот например денег отсюда рублей долларов или евро по моему там никаких брокеров не нужно это обычная там московская это биржа там а хотя она не тоже можно торговать за человеку нет человек сам просто открывает этот счет и переводит просто это в основном обычному человеку это сложно и там комиссии большие берут а у нас естественно нету таких бирж потому что криптовалюты не разрешено торговать а эти все крупные бит феникс битлайр биттам петрикс биты сиси coinbase критопия хит битиси кракен ливкоин и coin полоникс все эти биржи они взаимосвязаны то есть курсовая разница скажем соотношение доллара биткойн на всех биржах одинаково нет никак не связаны но у них у них отличается курс на одной там 2 500 на другой 26 то есть можно играть на разных биржах на каких-то встречных потоках можно чего-то зарабатывать зарабатывать да можно но я заходил только на 2x мая биты сие на биты сие и и закрыли фбр закрыла то что как будто они там обналичивали 4 миллиарда долларов незаконно когда это случилось 25 июля можно было перевести доллары и учить биткоин до рубли там еще евро то есть практически любые валюты можно было на этой бирже поменять на биткоин да там не только биткоин каким образом ведутся счета биткоин счета просто кошелек ставишь себе и все у тебя появляется кошелек этот кошелек должен быть каком-то ресурсе как он а там выбираешь как тебе удобнее либо на твоем компьютере хранится либо в интернет хранится но я просто я поставил себе на компьютер вы поставили себе на компьютер программу которая ведет эти самые записи если упал ваш компьютер это запись дублирована где-нибудь на сервере нет копии самому надо делать самому как и другие файлы как файл там фотографии например какой-то при том что это криптовалюта у всех значит у хозяев есть только ключи а у вас а у вас есть запись то есть вот эта самая деньга она существует только как программный код и не в другом виде она не существует ну да только запись там защищаешь паролем еще кодовая фраза предложение там для восстановления ну и копию над делать чтобы не в одном месте лежала там жесткий диск панте отдельный скопируешь и все в общем сохранить можно но если копии не делать конечно если сотрется этот файл то все теряешь то есть все риски связанные с какими-то техническими операциями они на владельцы ну как и деньги обычные в кармане мысли как наличные в том случае если у вас есть пачка долларов которая сгорела в пожаре у вас записаны номера этих купюр и вы можете предъявить так сказать титул сгоревший купюр вам напечатают номер знаете как там же нет папе было бы вам и никто ничего не восстанавливает ну хорошо значит так же как наличные деньги только они не наличные они криптовые чем отличается увеличенным размером пола этого с одного мегабайта до 8 для ускорения операций то есть они просто увеличили тот размер кода до в котором оформлены все сведения об этом биткойн только запись его длиннее да ничего больше не меняли но это как бы дает ускорение обработки операции вместо 7 в секунду до с каких-то сотен в секунду вот здесь здесь возникает ситуация такая значит если один один мегабайт да занимал прежний до 1 мегабайт мегабайт а войске не добавить это тяжесть нового возникает основание полагать что это совершенно разные нет нет сам сам этот весь движок его очень долго переписывать и как бы это и не требовалось им просто требовалась одна задача просто ускорить обработку сети быстрее работу сети сделать вот носите именно биткоина только ничего не наверное сделали я пока но они как бы написали что если он был один bitcoin то еще появляется у людей в кошельках еще один вот этот bitcoin кэш просто он автоматически просто из воздуха вдруг появляется а а когда речь идет вот о чем речь идет о том что это операция которая всегда именовалась дополнительной эмиссии дополнительная эмиссия это форма воровства которая была узаконена после приватизации мало кто знает но это факт после приватизации после того как собрали ваучеры и посчитали кто кто как распорядился доставшимся в наследство от советского союза капитала выяснилось что результаты 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 результаты